приветствую вас мои красивые мои прекрасные посетители моего канала посетительницы ображительные так еще успеваю кажется записать видео это потому что уже пара прошло больше половины дня но к счастью световой день увеличивается в комнате у меня еще светло и я пишу это видео для вас сегодня так нельзя пропускать я стараюсь каждый день записывать дисциплинировать себя вот ухаживать за собой соответствующий вид себя приводить раз в день потому что мы все сейчас не все но очень многие остались без работы сидение дома очень расслабляет хотя у меня не очень расслабишься я живу в частном доме одна я вся ушла в творчество и хочу немножко рассказать о себе а заодно показать эту чудесную новую брошь это опять или снова и снова слон счастливый яркий летний видите какая яркая и сочная краска кстати о себе хочу немножко рассказать и начать именно об этой окраске видеть об этой технике такой же или можно сказать в аналогичной очень подобной технике было сшито изготовлено мое первое украшение это был комплект на продажу первая покупательница была у меня если мне не изменяет память из города запорожье и представилась она мне как завуч школы по моему то ли директриса то ли завуч скорее завуч но это наверное не столь важно уже тогда еще школы работали не так как сейчас на удаленке тогда все дети учились очно к первому сентября линейки проводились и на последний звонок и к одному из таких событий она мне заказала умопомрачительное колье которая была расшита вот таким вот бисерным мехом с мелкими цветочками крошкой камней битых камней битых не битых как бы это сказать правильно крошка я не знаю как добывают как их обрабатывают но вот крошат в кружку в них внутри просверливают отверстие и они как почти как бусины просто неправильной формы и вот такой вот вышивки фриформ смотрится одуренно просто настолько шикарно и конечно колье я так старалась работой там было вложено ой очень трудно сказать сколько очень много очень много я даже не помню сохранились ли у меня фотографии этого колье но она меня до сих пор поражает когда я на него смотрю мне кажется одна из моих сильнейших работ и у меня ее купили и после работы впервые меня нашли в интернете увидели фотографии этого моего колье пожелали такой браслет еще комплект к нему и мне пришлось расшивать это был круглый воротник довольно такой внушительной ширины массивное украшение и вес приличный туда было израсходовано неимоверное количество материалов бисера различных оттенков и бусин и биконусов и стекла и камней имеется виду стеклянных бусин хрустальных в общем колье вышло умопомрачительное на самом деле но поскольку я еще себя считала очень скромным начинающим ремесленником я не считала тогда себя мастером конечно я за смешные деньги его отдала но я была счастлива несказанна и я прекрасно помню этот свой заказ и это трепетное чувство когда я над ним работала и когда у меня помимо этого колье заказали еще сверху оплачиваем у дополнительно работу в комплект браслет до счастья конечно было полные штаты я расскажу еще в следующих своих видео записях как развивалась моя кали карьера в этом творчестве в этом направлении бисероплетения как я вообще начала начала я в далеком наверное году 2010 а уже к продажам пришла где-то в 2015 году я решилась открыть свой магазин платный я арендовала можно сказать так площадку на международном маркетплейсе продавала свои работы 6 лет подряд более чем 25 стран мира различных сделала достаточное количество продаж но потом магазин пришлось закрыть потому что он стал ущербным но об этом все всему свое время сейчас значит немножко еще внимание этой броши посмотрите на этого слона чудесного представьте каким великолепным подарком он может быть любой женщине девушки независимо от возраста эта штука оно такая боемно похошечное стиль похо знаете как бы безобразный и в то же время какой-то конструктивный его трудно передать описать словами так какая-то геометрия и какая-то архитектура бесподобная и нереальная вобщем с 임 сочетается возстово и особенно вышитые бисером броши есть ли у вас есть одежда ст aynı баркон как правило чаще всего это какие-то льняные туники, платья, блузы летние, либо джинсовые одежды, то такие броши смотрятся идеально, волшебные, потрясающе, дополняют образы. Хотя можно носить с любым жакетом классический вариант одежды, гардероба, повседневные какие-то бизнес, деловые стили одежды. То есть от самых простых до деловых, повседневных, любых. Конечно, эти броши, они увесистые слегка, все-таки на них крепится такое изобилие бусин и материалов, поэтому ткани должны быть под них какие-то более плотненькие, такие вот свитерки, может быть, джинсовые одежды или какие-то льняные платья, шерсть, полушерсть, костюмные ткани. И все это подойдет под эти броши. Эти броши будут изумительно украшать ваш гардероб. Так, по поводу какие-то вопросы уточняющие, если у вас возникает походу, то напишите мне в комментариях. Цену узнавайте в директ моего инстаграма, ссылочку я здесь напишу в описании к этому видео, даже в названии пропишу, как называется мой аккаунт. Приходите, комментируйте, ставьте своими прекрасными оборожительными ручками лайки, животворящие и драгоценные. Кто не подписался, кому интересна моя тема, мой канал и мои украшения, подписывайтесь, следите. Я буду выходить снова и снова, буду показывать вам все, что я умею делать в разных техниках, в очень разных, буду знакомить вас с техниками бисерного творчества. Я, конечно, не претендую на высокое звание и на высокое мастерство, но считаю, что достигла уже реально каких-то опыта. Считаю, что у меня довольно значимый опыт уже, потому что овладела множеством техник и уже без схем, сходу, глядя на какой-то силуэт, какую-то форму, могу его изобразить, отобразить в бисере, прибегая к смешению различных техник. Там дебеле, мозаика, кирпичное плетение, все, что существует, все, что я знаю, все, чем я владею, я использую в своих работах. Так, ну, все, кажется, рассказала. Если кого-то заинтересовала моя брошь, пишите мне, пожалуйста, комментарии, задавайте свои вопросы смело, ставьте свои оценки, мне будет очень приятно получить от вас обратную связь. Будьте красивыми, делайте себе подарки, не забывайте любить себя, потому что никто за вас, лучше вас этого не сделает. Ну и прощайте, до следующей встречи. Не прощайте, до свидания. Всех целую, всех обнимаю, мои красивые, всех люблю, спасибо за внимание, пока.